Государство начинает стоять на этих потоках. Что значит стоять? Эта метафора означает, что оно должно контролировать. Контролировать эти финансовые потоки. И в этой главе содержится 4 вида этих финансовых потоков. Ценные бумаги это те же деньги. Те же деньги и в ценных бумагах это символ владения людьми средствами. А страхуют, когда... Ну, я вру, конечно, страхуют иногда. Да, есть такие люди. Но обычно страхование происходит принудительно. Да, когда вы... Итак, мы продолжаем с вами курс лекций по административному праву. И мы с вами идем от частного к общему. Кто знает, что в логике обозначается идти от частного к общему? Это называется индукция. Дедукция это от общего к частному, а индукция это от частного к общему. То есть мы берем частности. То есть берем конкретные статьи в кодексе об административных правонарушениях. И на основе этой частности, например, сегодня мы будем говорить о налогах. Какие наказания бывают за налоги. Мы должны выявить общее. То есть общие принципы правового регулирования, административно-правового регулирования. И в эту лекцию я вам расскажу про главу 15. Кодекс об административных правонарушений. Опять же, с позиции логики, кодекс об административных правонарушений очень странно построен. Потому что очень трудно выявить единое основание для классификации. Ну, по-простому. То есть должно быть что-то одно, что связывает все статьи, например, какой-то главы. Иногда мне очень трудно это выявить, когда я начал это изучать. Например, по транспортным вроде бы там понятно, что общее. А по некоторым статьям, в частности по 15, очень трудно выявить, по какому принципу законодатель все это смел в одну 15 главу. И в конце концов я нашел то, что это общее. Это деньги. Дело в том, что деньги являются ценностью в нашей культуре, в современной культуре. И в западной, и в азиатской. Но на земном шаре сегодня деньги это очень важно. И есть такое понятие, как финансовые потоки. То есть финансовые потоки это как деньги перетекают из одного субъекта в другом. Является ли государство важным, чтобы эти потоки шли хорошо? Конечно, важно. И тогда государство начинает стоять на этих потоках. Что значит стоять? Эта метафора означает, что оно должно контролировать. Контролировать эти финансовые потоки. И в этой главе содержится четыре вида вот этих финансовых потоков, на которых стоит государство. Это налоги. Налоги. Это бюджет. Это ценные бумаги. ЦВ. И еще одна сфера, тоже, скорее всего, связанная с деньгами, раз она в этой главе помещена. Это страхование. Государство, видя, что здесь идут множество, много денег, много потоков, оно начинает это все контролировать. И у нас получилось тогда, ну, тут, видите, четыре блока. Я сделал пять блоков, чтобы у нас была уже закономерность какая-то. То есть пять блоков административных правонарушений, связанных с главой пятнадцатой. Там много статей. Я думаю, что там еще есть какие-то блоки, которые не вошли сюда. Но вам будет достаточно вот этих, значит, что вот есть пять разделов в этой пятнадцатой главе. Тут много будет новых терминов. И я попрошу вас их запомнить. Вы можете не запомнить, но потом вы запомните. Хотя бы с третьего раза. Вот. И есть достаточно большие, глубинные. Тут очень много информации, но я попытаюсь сказать вам ее кратко. Итак, у нас пять блоков получается. Первый блок – это налоги. Мы с вами узнаем, как государство наказывает, или что государство делает с теми, кто не платит налоги. И у нас тренинг будет сегодня именно по налогам. Потому что это очень так, очень интересно. Ну, поднимите, пожалуйста, руку, кого привлекали к ответственности за налоговое правонарушение. Еще нет, да? Ускореблись. Ну, есть. Я уверен, что вам это грозит, особенно если вы будете заниматься, например, самостоятельной деятельностью. Если нет, если вы будете работником, то наказывать будут работодатели. А если вы захотите стать богатыми, то вам необходимо будет самим, ну, например, открыть свою экспертную фирму. Тогда с этой главой, с этим параграфом вам обязательно придется встретиться. Следующий – это бюджет. Если налоги – это то, как деньги попадают в государство, то бюджет – это то, как они от государства уходят. Государству требуется контролировать и как входят к нему деньги, и как, конечно, уходят. И мы здесь с вами посмотрим чуть-чуть, я не думаю, что вы будете сидеть на финансовом потоке государства, ну, просто для ознакомления узнаем, как государство контролирует расхищение своего, исполнение своего бюджета. Правила мы здесь напишем. Следующий – это ценные бумаги. Ценные бумаги – это те же деньги. Те же деньги, и в ценных бумагах – это символ владения людьми средствами производства. То есть, вот эти заводы, пароходы, компании, они все акционированы. И кто контролирует ценные бумаги, тот контролирует эти организации. Могут ли там быть нарушения? Конечно, могут быть. Особенно интересные последние поправки в кодекс связаны с электронными формами ведения реестра. То есть, сейчас же все переходит на электронную форму, дистанционную. На бумажечках уже никто давно не пишет. Вот здесь посмотрим, как государство контролирует электронный оборот ценных бумаг. Чуть-чуть. Следующее – это никуда не уйти. Сейчас очень актуально, почему ты нашел государство терроризм. И у нас здесь будет финансовый терроризм. Финансовый терроризм. Я вас научу, как совершить финансовый террористический акт. Я сегодня не буду его совершать. У меня было два варианта. Или совершить финансовый террористический акт, или налоговое правонарушение. Я выбрал налоговое правонарушение. Посмотрим, то есть, как при помощи денег можно навредить государству. И последнее – это страхователь. Оно недавно, где-то в 90-е, даже в начале нулевых, страхование было, знаете, такое… Денег нам было немного. Но в нулевых были созданы специальные условия, при котором страхование стало очень сильно развиваться. Принудительно, недобровольно. Видите, да? От какого слова произошло слово «страхование»? «Страхование». Да, это только в русском языке, кстати. На других языках это не называется страхование. И потому добровольно у нас никто не страхует. А страхуют, когда… Ну, я вру, конечно, страхуют иногда, есть такие люди. Но обычно страхование происходит принудительно. Когда вы не можете вести кого-нибудь какую деятельность, например, не можете водить автомобиль, если у него нет страховки, помните, отсылаю вас к голове, посвященную использованию автокранспортного средства. Вот здесь же эта же статья есть. Вот эти пять блоков в 15-й статье сегодня я вам представлю. А как в других странах именно страхование называется? Вы говорите, только у нас так. Ну, какой язык учите? Ну, кроме русского, какой язык знаете? Ну, английский. Ну, как по-английски будет? Не знаю, а как это делать? Кто знает, как по-английски будет? Ну, с английского на русский переводится как «помогать». То есть, с английского языка мы сразу на русский переводим. Это бывает не страхование, а как «помогание». Если буквально этимологически перевести. То же самое в немецком языке, в украинском языке. Идея такая, это я слышал лет пять назад, что язык очень сильно воздействует на нас. Если мы что-то назовем страхованием, то добром это не кончится. И уже тогда было предположение, страховщики хотели изменить что-нибудь, например, добра. Что бы вы предложили вместо страхования? Какое слово? Поддержка. Ты купил себе поддержку, полис поддержки? Да? Вот смотрите. Ты купил страховой полис? Ты купил из полис поддержки? Что бы вы купили? Какой-либо полис поддержки? Считается, что это очень сильно влияет на культуру, на развитие какого-либо института. Даже если мы это не понимаем. А подсознательно это действует. Если еще вопрос. Тогда переходим давайте к конкретному разделу. Налоги. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...